Накануне мы уже рассказывали о новой школе в селе Тургиново Калининского округа. Однако, иной раз и после капитального ремонта общеобразовательное учреждение может выглядеть как новостройка, как, например, это произошло со средней школой номер 15 областного центра. Причем во всем процессе преображение от и до принимал участие педагогический коллектив, а также ученики с родителями. Глядя на это яркое здание, не скажешь, что в этом году ему исполнилось 43 года. Да-да, именно в 81 году средняя школа номер 15 переехала в эту трехэтажку. Понятное дело, что тут давно назрела необходимость в капитальном ремонте. Коллектив решил участвовать в федеральной программе модернизации систем школьного образования. Причем участвовать не просто на словах. Составили самостоятельно проектно-сметную документацию. То есть, по сути дела, когда мы заходили в этот проект, у нас уже была проектно-сметная документация. Мы понимали примерно, сколько это будет стоить. И это тоже облегчило вхождение в данную программу. Наличие готовой сметы заметно упростило начало процесса. И всего за год с небольшим местные ученики и педагоги получили практически новое здание. Конечно, тут в первую очередь заменили кровлю и все коммуникации. Однако были внесены и конструктивные изменения. Чего только стоит новый центральный вход. Теперь на первом этаже стало намного светлее, отмечает Марина Абакова, которая пару десятилетий назад сама училась здесь. Сколько себя помню, первый этаж всегда был темным. Там хоть и включали свет, но света с улицы никогда не попадало. А теперь там с любого места, во все стороны просматривается улица, потому что очень много стекла стало. Как будто больше помещения даже стало и светлее. Кстати, стекло, которого здесь действительно теперь много, антивандальное. А значит, безопасное для учеников. Они, кстати, вместе со своими родителями, а также педагогами и остальными работниками школы, приняли непосредственное участие в разработке нового цветового решения фасадов и интерьеров. Все хотели видеть светлую, солнечную, яркую, креативную и немножко дерзкую школу. Работали мы над этим вопросом очень долго. Искали разные дизайнерские решения. И все, что сделано сейчас, это результат труда всего нашего сообщества, сообщества 15-й школы. То есть 15-я школа явила собой яркий пример того, как благодаря активной позиции всего местного сообщества, педагогов, учеников и родителей, можно добиться большого результата. Когда даже выпускники прошлых лет не сразу узнают свою альмаматор после капремонта, подумав, что это наверняка абсолютно новое здание.